МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золото, бронза, конечно, привезла, еще мы помним, еще из Южной Кореи 4 года назад. И сегодня у нас в гостях ее мама, еще и заслуженный тренер Российской Федерации по лужным гонкам Ирина Непрява. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ирина, скажите, вот честно, с какими надеждами отправляли дочь на Дальний Восток, а именно в Пекин? Ну, не я ее лично отправляла, а отправляла ее страна. Да, страна. Конечно, Олимпиада у нас уже вторая. То есть там были медали командного достоинства, и туда она уезжала с внутренним желанием заработать личную награду. То есть командная награда какая-нибудь была, но это командная. А она хотела иметь личную собственную награду. Намного это важнее. Однозначно. Да? Или ты, ну как, олимпийский чемпион, там, олимпийский чемпион в эстафете. А тут ты олимпийский чемпион. То есть для нее тоже это было важно. Ну, естественно. Для любого, спасибо. Помните, вот как раз, которая теперь вся нужна страна, Елена Вельми, помните, как ей не везло на олимпийские игры? Ну, это да. Просто хронически. Да. Она брала все медали на мире, проезжает через год, и никак. В эстафете только олимпийский чемпион. Нагана, да, это просто. Мне так ее было жалко, но вот феерично. То есть я помню, она сильно переживала. Ну, естественно. Очень хотелось. Ну, конечно, она очень хотела. И сразу первая медаль, и вдруг наша землячка заработала первую медаль на олимпиаде. Это лыжница из Твери, которая сейчас выступает за Архангельскую область. Ну, это, знаете, у нас я тоже, и Норрис Бухтята, земляки наши. Я говорю, ну, подождите, а почему ковальчака все на руках носят, а человек тоже уехал в Москву, в Спартак, кто вообще, правильно, в Америке, никого это не колышит, и все кричат, наш Илья, наш Илья, наш Илья. А тут, ну, да, я говорю, ну, это, на самом деле, участь Твери, и у нас, ну, к сожалению, не так много денег, как в других регионах. Финансы, возможно. Если мы хотим, чтобы наш земляк чего-то добился, это на данный момент неизбежно, что он уезжает в другой регион. И ничего такого здесь нету, я считаю. Да, в защиту Натальи сказать, что она уехала в эту Архангельскую область, там создался профессиональный лыжный клуб. То есть, ну, ничего я не хочу сказать против Тверской области, люди помогают, и комитет, и губернатор. Но у нас не так все поставлено, профессиональный уровень, как люди сделали там. То есть, ее пригласили, а спортивный век, сами знаете, короткий. Да всех приглашают, еще раз говорю, нормальные тенденции. Когда там футболист в каком-нибудь городке, сейчас играет за Москву в Спартаке, то и где-то, и никого это не колышет. Что какой-нибудь там тоже футболист Леонель Месси играет не в Аргентине, а в Испании и так далее. Все его любят. Какая разница? Я тоже, знаете, удивляюсь нашим землякам, все как-то забыли, что это профессиональный спорт. И это абсолютно нормально. Я уж молчу, да, про то, что это ненадолго. Нет, я просто думаю, если бы Наталья у нее ехала, а добилась ли бы она вот этого всего, на самом деле. Торч вопрос. Ну как? Если там созданы хорошие, классные условия. Нет, она туда уходила, уже будучи не рядовой, не низкой спортсменкой. То есть мы создали, ей помогли, она ушла туда, тем более ту Олимпиаду она выступала за Тверскую область. За Россию. За Россию, да. Она, прежде всего, выступает за Россию, она не играет в ИХЛ в Америке и нигде. Но там, как называется, предложили более профессиональные возможности. Да, я знаю, да, там создали, и туда потеют, ну, хорошие спортсмены. Нет, это абсолютно нормально. Туда же ушел и Большунов, туда же ушла и Непряева, которые люди имеют первый номер нашей сборной, почему бы им не есть возможность получать достойные... Это абсолютно справедливо. Хоккеисты могут получать достойные дивиденды, а мы должны бегать... Да, да, когда человек уедет в Монреаль... Нет, это абсолютно... Нет, пусть развивается, но главное, я лично не сомневаюсь, что Наталья любит свой город. Однозначно. Она приезжает только сюда, то есть в Архангельск... Это место работы. Да. А здесь душа. Она приезжает домой, и из дома она уезжает опять на централизованную подготовку на сборы. Скажите, ну вот ее эмоции, когда она взяла золото? Не она, а команда. Ну, хорошо. Она в составе команды. Ну, однозначно, это же все. Вот я смотрела по телевизору эти их эмоции. Много валидола съели? Нет. Нет? Нет, нет. После железной нервы? Я ногтей много сгрызнула, но валидол не принимала. Вот, нет, эмоции захлестывают. Они, ну, получилось, не получилось бы личная медаль, но они уже олимпийские чемпионы. Да, навсегда звание дается. Да, то есть они уже получили это звание олимпийских чемпионов, да, пускай это не личное, но у них уже она есть за спиной. То есть не зря вот этот пролитый пот, кровь, что прошло этот спортивный путь до спортсмена, достигшего этот результат, они получили то, что мечтает любой спортсмен. Скажите, вы в целом довольны выступлением дочери? Полный комплект. Всем бы так. Если честно. Или все-таки требовательно, как тренер, не доработала, не добежала. Нет, они всегда говорят, что я злая мама, их никогда не жалею. Да, честно сказать, если оценивать ее выступление, и ее личное, ну, как мне кажется, внутреннее, вот она когда вернулась сейчас вот оттуда, на 4 балла. То есть выступление на Олимпиаде, да, у нее на 4 балла, то есть она хотела, она могла, могла она быть и взять еще медаль, ну, вот мы опять говорили про эту злосчастную гонку в 10 километров, но что-то не получилось, да и спринтерские вот эти стафеты, то есть подводились, подводились, она уже вышла. Вот, ну, это же, все хотят быть первыми, первое место, оно одно, они вышли вперед, но оказались только третьими. И это тоже, опять же, обидно было, ее выражение по лицу было, когда она давала интервью в Мигзоне, это тоже было что-то. Но, с другой стороны, радует то, что они не четвертые, до этого они были три раза четвертыми, и на мире, и на Олимпиаде. Скажите, как вы отнеслись вот к этой инициативе нашей общественной палаты Твери, не только депутаты городской думы, что Наталья Непрева сделала почетным гражданином Твери? Я считаю, лично заслужил, Олимпиадий чемпион, все-таки извините. Ну, конечно, я как мать горда, то, что вырастила человек, который достоин иметь это звание. Ну, и в том, что она как спортсмен у нас в области, да, пускай была заслуга то, что она не из рядовой семьи, простых рабочих, который ушел в секцию ребенок или не ушел в секцию ребенок. Этот ребенок в секцию ходил еще с двух лет, постоянно у нее в этой лыжной секции она выросла. Вот. Ну, она добилась того, что добилась. То же самое, опять же, у Васильевича Ковальчуку, у него же тоже папа был, следил постоянно за его возможностями, способностями. Так же и добился. Без этого никак. Олимпиадий, с чем он опять-таки тоже. Да. Скажите, сейчас, Наталья, какие планы? Сейчас буквально послезавтра рано утром она улетает уже на этап Кубка мира в Финляндию, потому что борьба продолжается, Олимпиада закончилась, но этап Кубка мира еще никто не отменял. Но, а вы уже знаете, что она пока что лидирует в этом Кубке мира в этом году, и сохранить не только звание Олимпийской чемпионки, но и обладательницы Хрустального Кубка, это тоже почетно. А как вот у нас все время, знаете, настроиться? Главный старт четырехлетия прогремел. Мне кажется, человек должен быть морально выгоревшим вообще, и вообще где-нибудь на месте закатиться, куда-нибудь отдыхать, ну потому что... Ну, смотря какие у тебя задачи... Выложился человек. Смотря какие стоят перед тем задачи. Если ты просто проучаствовал в Олимпиаде, ты можешь выдохнуть и идти отдыхать. А она не проучаствовала, она именно выложилась. Ну, она выложилась-то, она выложилась, да, но у нее за спиной еще Кубок мира, который тоже никто не отменял. То есть покой ей только снится. Да, я надеюсь, он только приснится ей в начале и середине апреля. Скажите, а когда все-таки она приедет в родной город и может даже продемонстрировать, но может даже журналисты берут, и просто людей простых, медали? Это все будет... Сейчас она отстранилась, однозначно планирует она возвращаться домой, куда она денется. Ну, мало чего. Вот, даже вчера мы ездили на эту мегаплазу, которую устроили, вот, ну это, как называется, бедные спортсмены на них смотрели и в душе жалели и плакали. Да, я понимаю, сделали патриотизм, ну, надо считаться было со спортсменами, потому что люди, во-первых, задержали рейс на 4 часа в аэропорту, они просидели в аэропорту. Потом 7 часов лететь в самолете и потом еще вот это, я думаю, им уже было не до веселья. Это веселье было огромное, я сама там присутствовала. Вчера веселье было огромное, ну, люди, которые там были, им завтра уже уезжать дальше тот же самый бульшин. Как вы сказали, на Кубок мира. Ну, да, сейчас вот ей надо, чисто она отключается, отстранилась от всего, передышка, как называется, перестирка и дальше в бой. Ну, что ж, спасибо большое, мы желаем вашей дочери успеха, чтобы действительно и хрустальный глобус тоже... Сохранить. Да, был. И вместе с олимпийскими медалями мы тогда ждем все-таки в наш город обязательно. Спасибо вам большое, спасибо, Наталья. Привет от всего нашего телеканала, вообще от Твери, мы очень рады, что она прославила наш город, нашу землю. На всю планету была программа «Тема дня. Комментарии». До новых встреч. До свидания.